Сборная Бразилии не смогла одержать победу над командой Швейцарии в своем дебютном матче на чемпионате мира по футболу в России. На гол Филиппе Каутини подопечные Владимира Питковича ответили точным выстрелом Стивена Цубера. В последний раз южноамериканцы не смогли начать свое выступление на Мундиале с победы в 1978 году. Главные моменты встречи – в материале РТ. Чемпионат мира по футболу всегда приносил болельщикам множество сенсационных результатов. На Мундиале в статус записного фаворита редко являлся гарантией успеха, что уже не раз подтверждалось на нынешнем первенстве. Так, Аргентина не смогла склонить чашу весов в свою сторону в поединке с неуступчивой Исландией, а действующие чемпионы мира – сборная Германии, и вовсе уступили Мексике. В рамках статистики, сборная Германии проиграла Мексике на ЧМ-2018. В цвете этих событий победа бразильцев в игре со швейцарцами уже не казалась настолько неизбежной. Ранее на Ди уже преподносили сюрпризы на чемпионатах мира, а в 2010 году они нанесли единственное поражение будущим чемпионам мира – испанцам. Однако в пользу пятикратных чемпионов в мир говорили не только преимущества в классе исполнителей, но и наличие в составе звездного Неймара. Форвард Парисиан Джермен успел восстановиться после травмы, полученной 25 февраля в матче чемпионата Франции с Марселем. Подопечные Владимира Питковича вышли на газон стадиона Ростов-Арена сверхомотивированными. Это стало понятно уже с первых минуток встречи, когда набег на ворота Алисона пытался завершить бле-рим Джимайли, но эта наглость европейцев лишь отрезвила бразильцев. Селеса моментально вернули мяч под свой контроль и принялись демонстрировать свое превосходство над соперником. Уже на 11-й минуте Пулли не должен был открывать счет в матче, но удар у полузащитника Барселоны получился не совсем акцентированным, чего оказалось достаточно для галкипера Яна Замера. К 15-й минуте преимущество бразильцев стало колоссальным. Они практически безраздельно владели мячом, создавая постоянное напряжение у ворот швейцарцев. Вилья не раз обыгрывал соперников на правом фланге. Филиппе Каутиня нагнетал обстановку на левой бровке, но главным действующим лицом на поле был Неймар. Он устраивал настоящее шоу, показывая разнообразные технические приемы и оставляя неудел одного оппонента за другим. Уже спустя 4 минуты пентакомпионы повели в счет. Каутиня оказался на оперативном просторе и мощно пробил слева в угла штрафной площади. Мяч по невероятной траектории влетел точно в верхний угол ворот швейцарской команды, не оставив галкиперу шансов на спасение. Футболист сборной Швейцарии Стивен Субертриотерс, однако этот успех сыграл с пентакомпионом и злую шутку. Сначала подопечные Тити принялись перекатывать мяч в центре поля, а после и вовсе отдали его своему сопернику, но желание добиться победы малой кровью не могло остаться безнаказанным. Швейцарцы немедленно воспользовались подарком оппонента и принялись действовать гораздо активнее, постепенно подбираясь к владениям Алисона. В первые 45 минут воплотить свои старания в голы им не удалось, зато уже на 50-й минуте счет стал равным. Экс-полузащитник московского ЦСКА Стивен Суберт кликнулся на подачу с фланга и переправил мяч в секу бразильских ворот. В воздухе Ростов-Арены стал витать запах очередной сенсации, что, безусловно, не устраивалась Элисайя, бразильцы постарались взвинтить темп и снова перейти к атакующим действиям, но выйти из состояния расслабленности не всегда бывает просто. Твоих партнеров пытались завести Марсела и Каутиня, но Вериан во втором тайме выглядел не так активно, а Габриэль Жезустр провел невыразительный весь поединок. Единственным запоминающимся моментом с его участием стала попытка заработать пенальти на 74-й минуте. Форвард Манчестер-Сити совершил рывок в штрафную, но упал после контакта с защитником швейцарцев. К его разочарованию, арбитр матча Сесарамос Паласуэлос указать на точку не решился. Во втором игровом отрезке гораздо менее ярко смотрелся Неймар, но виной тому была напомнившая о себе травма. Форвард начал заметно прихрамывать еще в первом тайме, но все равно продолжал брать игру на себя. К слову, лидер национальной команды Бразилии имел отличный шанс добыть победу для своего коллектива. За несколько минут до конца основного времени нападающий по СЖ откликнулся на подачу с правого края, но его удар головой пришелся прямо в землю. Футболист сборной Бразилии Роберто Фирмина Риотерсгалл Китер сборной Швейцарии имеет полное право называться одним из главных героев встречи. Он не раз выручал свою команду по ходу поединка, но главное спасение приберег на концовку. Вратарь Мюнхенгла от Бахской Баруси чудом вытащил мяч из угла после отличного удара головой в исполнении вышедшего на замену Роберто Фирмина. Даже супер-игроки вроде Месси, всего лишь люди, Мауринью подвел итоги главных матчей третьего дня ЧМ-2018 по футболу. В последние минуты встречи бразильцы устроили настоящий навал на ворота на Ти, но до победы им не хватило нескольких сантиметров. Марселло и Виллиан воспользовались замешательством швейцарских игроков. Быстро разыграли угловой и доставили мяч до абсолютно свободного Миранда. Защитник беспрепятственно нанес удар с линии штрафной, но не смог попасть в ствол. Финальный свисток возвестил об очередной сенсации на ЧМ по футболу в России. Бразилия составила кампанию Аргентини и Германии, не сумев начать свое выступление на турнире с победой примечательно, что с пентакомпионами это произошло впервые за 40 лет. В последний раз они отступились в поединке со Швецией на турнире, который проходил в Аргентине. Но, возможно, это повод для расстройства. На первенстве планеты 1978 года бразильцы выступили довольно успешно и в итоге завоевали бронзовые медали.